друзья всем привет сегодняшнем видео мы с вами поговорим про работу с дорогой качественной плиткой цена которой варьируется от 3 до 7 тысяч рублей я расскажу с какими сложностями мы столкнулись при работе с данной плиткой и какими методами мы это решали данное видео будет интересно посмотреть не только мастерам но и тем людям которые задумываются о покупке дорогой качественной плитки я постараюсь рассказать все максимально подробно для того чтобы у вас сложилось какое-то собственное мнение что ж усаживайтесь поудобней ну а я начинаю разговаривать мы сегодня будем про плитку импронта керамика и сразу же забегая вперед хочу сказать что я ни в коем случае не пытаюсь создать какой-то негативный отзыв про данную плитку нам плитка это очень понравилось и я наоборот на примере данной плитки хочу показать что какие-то мелкие неточности это и есть норма многие заказчики при покупке дорогой плитки думают что они приобретут такую плитку которая будет иметь плоскость как гладь у воды поэтому сегодняшнему видео мы поговорим про эти все нюансы и рассмотрим те сложности с которыми столкнулись при работе с данной плиткой первое с чего мы начнем это посмотрим плоскость данной плитки как мы видим плоскость не идеально так как плитка длинная и узкая в моем случае размер ее составляет 90 на 30 сантиметров я считаю что это абсолютно нормально никаких особых сложностей при укладке эта плитка нам не создает куда важнее нам тот факт что вся плитка у нас как на подбор то есть ее геометрия в плане правильного прямоугольника а также ее размеры очень и очень хороши в том плане что все перекрестия у нас идеально ровные и швы имеют одинаковый размер на данном фрагменте я хотел продемонстрировать что и на узкой стороне у нас также имеются небольшие провалы в районе одного миллиметра и даже при таких условиях представляя длинное правило во всю стенку плитка у нас касается всеми углами то есть что касается укладки здесь выполнено все правильно единственный момент которым я здесь пожалел это то что мы не использовали здесь систему выравнивания плитки потому что при работе с крупным форматом она бы действительно ускорила работу ускорила потому что очень много времени уделялось вот этим самим углам да то есть каждый уголочек щупался чтобы он не торчал и старался максимально их вывести в одну плоскость ну и как вы уже наверное догадались все это были лишь цветочки давайте перейдем к ягодкам дело в том что когда мы нарезали практически всю плитку мы обнаружили вот такой вот неприятный косяк рисунок на плитке не совпадал с друг другом плитка вся укладывалась по стрелке и такие моменты были не только по диагонали но также и по вертикали эти моменты были сразу показаны заказчику и мы вместе приняли решение что будем плитку подбирать друг другу то есть мы брали всю эту плитку раскладывали и на полу и после согласования выкладывали уже ее на стены то есть это отняло гораздо больше времени чем при работе с плиткой который не имеет этого рисунка но и это было не самое страшное самый напряженный момент был именно тот что я уже нарезал заготовки и запилил их на колонны и поэтому из тех плиток которые мной уже были изготовлены мне пришлось собирать целую мозаику то есть я постоянно перекладывал плитку от одной к другой стараясь подобрать более-менее рисунок и к счастью мне это удалось и уже в правильном порядке я ее пронумеровал и придерживаясь этих номеров выкладывал ее на колонны и после принятия вот таких вот непростых мер работу по укладке выглядела единой после эпоксидной затирки казалось что стенки выполнены из множества маленьких плиточек так же как вы уже могли заметить на объекте у нас присутствовало очень много запилов и с ними мы справились тоже я считаю что хорошо потому что у данной плитки есть не только фаска но и очень ровная кромка которая позволяет хорошо ориентируясь делать качественный запил и последний момент который хотел с вами обсудить это работа с самой мозаикой если вы хорошенько присмотритесь то увидите что некоторые чипы лежат немного неровно так вот что же мы делали в такой ситуации мы выложили всю мозаику и потом те чипы которые нам очень не нравились да либо они вообще не имели шва мы просто их вырезали и поштучно переклеивали и после этой кропотливой работы мозаика приобрела уже другой вид ну и на этой ноте хотелось бы сделать свое личное заключение что я думаю по поводу работы с дорогой плиткой лично я считаю что данная плитка намного интереснее выглядит в ванных комнатах и работать с ней как минимум интереснее чем с простой плиткой и то что небольшие погрешности на плитке это абсолютно нормально друзья обязательно напишите что вы думаете по поводу дорогой плитки так как я думаю что не только мне но и тем людям кто собирается приобретать хорошую качественную плитку будет интересно почитать ваши комментарии на этой ноте я хочу с вами попрощаться с вами был давыдов сергей всем пока а